устроить приятную прогулочку по мосту длиной 439 метров и на высоте 207 метров ребята очень круто лично я в подобных местах не помню чтобы был то что в россии в мире здесь переходишь по мосту можно еще пройтись вдоль ущелья и максимальный возраст знаете какой сто лет все хлопают всех такой адреналин классно ощущение реально классные и веселые и а сон был в 1889 году то есть ему уже ого-го сколько лет здесь есть канатная дорога погулять расслабленно так посмотреть на растения в этом выпуске мы узнаем больше о зеленом сердце курорта сочи и почему вилла на территории сочинского дендрария носит имя надежда а также посетим небесный парк где находится самый длинный в мире подвесной мост и место которое сами космонавты отметили как одно из лучших в сочи а также назвали прыжок банджи отличной подготовкой для будущих исследователей космоса ребята следующий пункт моего назначения это сочинский sky park находится он не совсем сочи находится он где-то между сочи и красной поляной чтобы понимали что это значит sky park вот тут у нас парковочка кстати парковка большая и парковка бесплатно я уже забыл что есть бесплатные парковки где-то в таких вот мощных местах здесь есть zipline здесь самое главное ради чего сюда едут это банки джампинг тут мне начал чувак пилить как раз аккомпанемент такой значит смотрите банки джампинг 207 банки банки 207 я так понимаю 207 метров тут же мост sky bridge который мост над пропастью есть тут же есть ресторан скалодром мегатрол такая штука цепляется короче и вы летите ну тоже я так понимаю над пропастью держит лететь сочинский sky park находится в ахтырском ущелье в долине реки мзым то является крупнейшим в мире парком экстремальных развлечений подвесной мост sky bridge является самым длинным в мире и расстилается на 439 метров есть здесь самые высокие в мире качели высотой в 150 метров а также самый скоростной троллинг перелет через ущелье со скоростью 150 километров в час космонавт испытатель сергей прокопьев отметил sky park как одно из самых лучших мест сочи а его коллега космонавт сергей куть сверчков совершил здесь прыжок банджи с высоты 207 метров по его словам это отличная подготовка для тех кто в будущем хотел бы связать свою жизнь с космосом так как прыжок напоминает один из подготовительных к космическому полёту на мкс ребята ну такую себе можно устроить приятную прогулочку по мосту длиной 439 метров и на высоте 207 метров то есть высота здесь над дорогой там дорога речка красота дальше горы вот там у нас получается красная поляна а с этой стороны светит солнышко там у нас адлер и сочи туда очень круто но конечно хотим кто боится высоты возможно это не очень понравится потому что здесь мост смотрите какой видите здесь даже дырявый то есть видно что происходит внизу понимаете ну и конечно идешь по такого мосту и под крики людей которые прыгают на бензи на веревке ты бензи джампинг и на всяких там тарзанка если вы пока еще не готовы к полетам прыжкам со свободным падением начните зиплайн зиплайн появился очень давно во времена когда это было необходимостью похоже приспособление использовались в пересеченных местностях для доставки людей и грузов через каньоны реки и другие непроходимые области сейчас это один из способов развлечений для любителей экстрима и везде его называют по-разному ребята очень круто лично я в подобных местах не помню чтобы был то что в россии в мире то есть здесь мало того что есть мост есть прыжки здесь переходишь по мосту можно еще пройтись вдоль ущелья ну то есть по времени у вас это не просто пришел прыгнул да у вас можно погулять подышать посмотреть вокруг на всю эту красоту и что еще здесь сделали еще парк лазинью на деревьях поэтому ну час-два здесь можно потратить легко а вот еще переходишь короче мост выдает и здесь сразу же зиплайн то есть обратно можно вернуться на канатке если лень идти 450 метров не каждый может проехать значит максимальный вес 120 килограмм то есть ребята если у вас избыточный вес ну давайте худейте чтобы прокатиться здесь а минимальный вес 45 килограмм то есть дети маленькие там 5 лет они не пройдут сожалению и максимальный возраст знаете какой 100 лет то есть ребята если вам 99 вы смотрите это видео и вам 99 вы еще можете успеть поэтому давайте подъезжайте минимальный возраст 10 лет алкоголь нельзя здесь здесь запрещено алкоголь здесь запрещено курение то есть такое место здоровья и кстати что прикольно то есть даже если вы заходите сюда и вам страшно или вы сомневаетесь здесь такая атмосфера очень зажигательная скажем во-первых весь персонал такой дружелюбный во вторых сами люди люди пришли сюда посмотреть на все это дело погулять и многие пришли прыгнуть прокатиться естественно все тебя подбадривают это все весело все хлопают всех такой адреналин классно ощущение реально классные и веселые далее так если у вас есть на квадрокоптер и вы хотите полетать то имейте ввиду что здесь на территории парка висят значит таблички что запрещено летать на квадрокоптере а также вот сейчас только что пролетел вертолет здесь буквально недалеко красная поляна и здесь недалеко адлеровский аэропорт то есть зона такая ограниченных полетов другой аттракцион который также можно посетить если чувствуете что пока не готовы к прыжкам большой высоты via ferrata скальный маршрут проложенный с помощью закрепленного стального троса и ступенек вбитых скалу банджи один из самых топовых аттракционов в сочи две высоты 69 и 207 метров в обоих случаях развлечения не для слабонервных несмотря на то что мероприятие нередко внушает страх те кто однажды так прыгал сравнивает прыжок с походом к психотерапевту ты словно ныряешь бездну одним человеком а выныриваешь уже другим за те 7 секунд свободного падения успеваешь не только задать себе все вопросы но и найти ответы здесь еще вы можете прогуляться и тропы лежат здесь сквозь колхидский лес что такое колхидский лес ну если помните мифические орган афты искали свое золотое руно именно здесь и они приплыли когда они приплыли значит вообще колхи до древнегреческое название природы леса черноморского побережья в районе кавказа когда они приплыли они увидели эту красоту этот красивейший лес и вот они искали здесь золотое руно кстати что касается цен сколько это все стоит ребята ну стоит это вот посреди статистическим меркам не дешево но я считаю что это стоит столько сколько должно стоить потому что копье это стоит не будет просто потому что это само место само по себе уникальное и реально крутой постройка грандиозная поэтому заходите на сайт смотрите сами ценники ничего говорить по ценам не будут просто место крутое реально и считаю что это обязательно место к посещению многие кто приезжают в сочи как-то забивают на sky park знаете почему что приезжает в сочи остаетесь сочи или в адлере или в красной поляне в розе хутор и значит эти объекты сейчас соединяет многомиллиардная самая дорогая дорога в мире краснополянское шоссе называется если быть точным это новая трасса sky park находится на старой сочинской трассе ну хотя этот раз и не назовешь это как бы дорога и люди едут по новому шоссе и видят что в стороне есть вот sky park его видно когда едешь по этой дороге и как бы едут проезжают мимо и sky park остается в стороне и потом как бы они едут там розу хутор красную поляну или возвращаются в олимпийский парк или едут сочи и как бы ладно sky park там стороне чего посещать я считаю что это именно одно из тех мест ради чего стоит сюда приезжать потому что таких мест нет не только в россии но они честно говоря редкие и во всем мире и мало того это не просто до адреналин и страх но это еще красивейшее место красивейший ресторан с обалденным видом сучи множество знаковых мест и и сочинские тендрарии одно из них раскинулся он на территории площади 46 гектар и может похвастаться 1 1800 видами и формами растений среди которых и самые экзотические сам парк был спланирован в стиле садов италии и франции карлом ламгау ландшафтным архитектором и садоводом есть здесь и ландшафтные географические отделы которые представляют собой субтропические листа восточной азии северной америки австралии и новой зеландии венрали вы можете познакомиться с представителями животного мира и а салон был в 1889 году то есть ему уже ого-го сколько лет а теперь давайте о впечатлениях и о том с чего же начать парк кстати находится не в плоскости а парк находится на холме то есть вам надо подниматься вот и исходя из этого конечно нагрузочки можно скажем так испытать немалые значит из фактов вы приезжаете и возле входа есть две парковки но они очень часто просто наглухо забиты и на машине нужно подождать либо парковаться где-то рядом они бесплатные следующий момент по ценам и такие как бы маленькая рекомендация цена 320 рублей за вход и парк разделен на значит верхний парк и на нижний то есть он находится на склоне и поэтому верхний парк он больше и вам надо подниматься а нижний парк он как бы внизу что нужно сделать здесь есть канатная дорога то есть наверху вы в этом вот вагончики едете над всеми этими деревьями над всем парком стоит это удовольствие чтобы вас прокатили в вагоне а вместимость этого вагона 20 человек не два человека не 4 а 20 если вы можете потратить 500 рублей на человека естественно да не на группу если вы хотите прокатиться сверху то возле входа в нижний парк есть эта станция где вы оплачиваете садитесь на канатку садитесь вагончик 500 рублей оплатили и он едет снизу вверх вы прокатываетесь все это меньше десяти минут у вас займет и сверху уже вы спускаетесь вниз пешочка так вы смотрите на парк сверху и так вы смотрите на парк снизу не нагружая свои коленные связки понимаете это самый быстрый и легкий вариант посмотреть весь дендрарий если же вы не хотите кататься на канатке платить лишнюю денежку то конечно же сначала наверное верхний парк я бы пошел потому что там конечно поинтереснее и он побольше там скажем так основ что касается скажем впечатление но это парк и ну не хотелось бы называть это пенсионерским таким пенсионерской прогулкой здесь он просто погулять расслабленно так посмотреть на растения на прудики павлины тут кричат есть страусиная ферма небольшая вот в плане активности какой-то там для детей чего-то но я здесь такого ничего не увидел то есть прям вот парк такой спокойное уединенное время это то есть противоположность тому что мы увидели sky парке где ты прыгаешь адреналин у тебя плещет там рестораны с видом здесь все как бы скромненько именно в этом плане да то здесь нет каких-то там детских машин катающихся велосипедов там гоняющих электроскутеров я не знаю каких-то веревочных парков здесь ничего этого нет это именно дендрарий растения умиротворение наслаждение вот вот этой всей растительностью ну и как бы какие-то стоят киоски которые половина сейчас зимний сезон не половина 90 процентов их закрыто потому что людей не так много но тут как бы можно будет что-то типа фастфуда поесть то есть тут нет никаких шикарных ресторанов тебе это уже как бы выезжаешь в город и там все у гостей есть возможность посетить смотровую площадку на высоте 172 метра откуда открывается панорамный вид на дендрарий на весь город кавказский хребет и черное море в 1899 году на территории парка была сооружена вилла надежда которую возвел в честь любимой жены публицист издателей искусствовед сергей худяков парк ощутимо пострадал в период гражданской войны а после революции и вилла в настоящее время вилла радует своих гостей экспозициями посвященными худякову и истории русского балета и и Субтитры создавал DimaTorzok